Часто люди, развращённые умом и совершенно отрёкшиеся от веры, именем Господа творят великие знамени и чудеса. Ну-ка как? Именем Господа? Ой, ой, старец, всё! Развращённые умом и совершенно отрёкшиеся от веры. Не по чудесам и прозорливости узнаётся человек, истинный или ложный, а совсем по другим критериям, о которых вот и стоит, наверное, сегодня чуть-чуть поговорить, поскольку это вопросы сейчас представляют чрезвычайную важность, какая-то погоня, прям ищут, где бы. И стоит только встретить человека в возрасте, седого, худого, со слабеньким голосом – всё, он уже святой. Ну, не человек, а священник. Всё уже, больше ничего не надо. И толпа идёт, на что смотрим. Неужели мы не знаем, что часто происходит? Такие прозрения и чудеса от кого бывают? Преподобный Иоанн Косян так и говорит – от трёх вещей. Бывают от Бога? Бывают. Бывают от дьявола? Ой, как бывают! Об этом мы даже не думаем. Даже не думаем об этом. А бывают от нашего испорченного естества. Или, как он говорит, по вере человека. По вере человека. У нас же критерий только один – чудеса и прозорливость. До какого невежества дошёл наш православный народ! Вы знаете, чем это грозит? Страшными вещами. Святоотеческое предание говорит, что самым великим чудотворцем кто будет? Антихрист. Он поразит больше, чем кто-либо своими чудесами. Вот видите, какой вопрос поставлен? Вопросы духовной жизни. Если мы хотим об этом говорить, то, наверное, прежде всего стоит вспомнить самое главное. Чем отличается православие от всех других христианских конфессий, то есть исповеданий? Отличается причём принципиально, а не как-нибудь. Тем, что оно утверждает, что правильным, истинным, верным является только то, в чём мы находим согласие святых отцов. К сожалению, от небогословов как жалко! Это очень жалко, что небогословов! Но история показала, что как только бразды правления даются в руки богослову, так начинается такой винегрет, что потом люди не знают, куда деваться. Изумлённые народы действительно не знают, что делать – ложиться спать или вставать. Помните! Так вот, в этом специфика православия, и это критерий, по которому мы можем оценивать многочисленнейшие, так сказать, выступления, книги, публикации, которые касаются какой бы то ни было темы церковной, христианской, духовной жизни – святые отцы. Почему святые? По очень простой причине. Мы верим, и не без оснований верим, что душа очищенная видит лучше, чем грязная. Так же, как мы говорим, глаза не засоренные очень плохо что-то видит. Мы начинаем протирать их, чтобы увидеть поточнее, так это иначе. Душа видит истину по силе жизни. Это замечательный афоризм, если хотите, или слова святого Исаака Сирина. Душа видит истину. Истину, то есть правильное, по силе жизни, а не по силе вспотения мозги. Мозга подчас бывает и очень сильно вспотевает, а проку от этого – никакого. Именно этим отличается православие. Я очень прошу обратить на это внимание, особенно в наше время, когда со всех сторон мы слышим что угодно, что угодно – и проповедь, и публикации, чего только не слышим, и выступления. Критерии у нас есть. Кто интересуется православием? Надо знать, вот где критерий. И критерий этот истинный потому, что душа видит истину по силе жизни. А не по какой-либо причине. Даже эрудиция огромная, она ещё ничего не значит сама по себе. По какой причине? По очень простой. Как в музыке всё зависит от ключа, который будет поставлен перед нотами, и музыка будет соответствующей, и как она ещё меняется в зависимости от ключа, так и здесь тоже. Изъяснение даже христианских догматов и, тем более, основ духовной жизни целиком и полностью зависит, правильность изъяснения зависит от чего? От силы духовной жизни, то есть от святости человека. Поэтому для православия вот что является истинным. Вы знаете, как это отвергается? Чем дальше в истории, тем больше. Свои умствования мы часто настойчиво предлагаем, даже не показывая, почему? Почему? Так мне кажется, перекрестись, голубчик, если так кажется. Помните, что заявил Людер, этот основатель протестантской реформации в XVI веке? Я не превозношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа считаю лучше всяких докторов и соборов моего. Смотришь, что такое? Я как считаю! Это поразило протестантизм! Это просто поразило! Почему? Потому что если критерием истины является так то, что я понимаю, и как я понимаю, то вы представляете? Мы в мелочах и то расходимся во мнении и начинаем спорить, чуть ли на стенку не лезем. А здесь, когда касаемся мы понимания Священного Писания, понимания христианской жизни, здесь, как мне кажется, моей глупой голове, так вот даже мы тогда попадём! И попали! Попали! Тот же протестантизм сейчас дошёл до полного отрицания самых основополагающих христианских истин! Сын, самых основополагающих! Я говорю, протестантизм, а католицизм... Боже мой, чего там только нет! Это уже действительно целый букет ересей! Какой только истины вы не коснетесь, вы будете просто поражены! Он поражает католицизм подчас чем? Своей мощной машиной и тем, что люди незнакомые, не знают! Как понимать эти христианские истины? Просто не знают! А когда они увидят, то скажут, Боже мой, откуда это такое? Я вам приведу один просто пример! Основополагающий, если хотите, догмат, центр, узел, благодаря которому только католицизм, например, и держится, это догмат о чём? О римском первосвященнике! Что он гласит? И Бог благоволил римского епископа наделить той же непогрешимостью, которую он даровал своей церкви. Но своей церкви мы понимаем, а на столпу утвердения истины. А где это Господь даровал такую непогрешимость римскому епископу, скажите? Найдите! Где? Где? Так и всё! И всё! Как говорили сикволя, сикюбова – что хочу, то утверждаю. Дикая совершенно вещь! Дикая! Потому что в результате Он, провозглашённый наместником Христа на земле, Христос далеко, и мы не услышим, что Он говорит. А вот тут Он говорит – это истина! Это я вам просто один пример только привожу, что такое, когда мы вместо искания истины истины, а эта истина где находится? В совокупном учении святых отцов, когда мы находим, что вот большинство, многие, а подчас и все святые отцы, говорят – вот так и только так, следовательно, это истина! Это чрезвычайно важно как в изучении богословия, так и в понимании духовной жизни. это основа. Так вот, если, понимая это, и попытаться рассматривать духовную жизнь в их освящении, то прежде всего, на что нужно обратить внимание? святые отцы исходят из того, что мы все видим и что мы знаем. То есть, человек состоит из души и тела. И что бы ни творила душа, творит человек. Что бы ни творило тело, творит человек. Всё человек! Нельзя разделять то и другое, отделять. Причём, как они взаимосвязаны, и это тело и душа взаимосвязаны, как тело, которому вдруг дана свобода, действует на душу, может полностью её омрачить. Как душа, если она заражена самомнением, мнением о своей праведности, добродетельности, святости, что она делает с телом. Вы, наверное, все слышали, что подчас происходит с людьми, находящимися, как мы говорим, в прелести. Что такое прелести? Мнение о себе! О себе! Человек не обязательно говорит, что я святой. Это не надо! Но я вот скажу вот так, и вы не поймёте, что случилось. Так это и есть, и надо понимать! И вот такими присказками и сказками, неопределённостями подчас убеждают простых людей в своей прозорливости, святости. Кстати, сразу вам скажу, у святых отцов никогда дар чудотворения прозорливости не рассматривался как признак святости. Ой, как это важно сейчас для людей! Как не посмотришь сюда! Сейчас чего-то я смотрел о каком-то духовнике, только все и говорят, ой, ой, он как утешает! Он как говорит! Я с ним встретил, не знаю, что делать! И я после этого замуж вышла, как хорошо! Да! А я женился так хорошо! Это понимаете? И вот одно за другим! Прямо приводят одно за другим! Смотришь, это что за такое? За оценка! Это что такое? Ну, что, материалисты, что ли, дикие? Только об этом мы и думаем! И сколько людей попадается на это! Чудо, чудо! Дайте чудо мне! И больше ничего! А забыли, что говорят святые отцы? Я вам приведу только одну фразу! Она поразительная! Часто люди, цитирую, развращённые умом и совершенно отрёкшиеся от веры, именем Господа творят великие знамени и чудеса! Ну-ка, как? Именем Господа! Ой, ой, старец, всё! Развращённые умом и совершенно отрёкшиеся от веры, не по чудесам и прозорливости узнаётся человек – истинный или ложный, а совсем по другим критериям, о которых вот и стоит, наверное, сегодня чуть-чуть поговорить, поскольку это вопросы сейчас представляют чрезвычайную важность, какая-то погоня! Прямо ищут, где бы! И стоит только встретить человека в возрасте, седого, худого, со слабеньким голосом – всё, он уже святой! Ну, не человек, а священник! Всё уже! Больше ничего не надо! И толпа идёт! Спроишь, а почему вы идёте? Ой, Марья сказала, вот, он ей сказал, вот, и точно так и сбылось! Ах, как оказывается! Ну, здесь, ну, Марья авторитет, конечно, великий, ещё бы! Да! На что смотрим? Неужели мы не знаем, что часто происходит? Такие прозрения и чудеса от кого бывают? Преподобный Иоанн Кассиан так и говорит – от трёх вещей! Бывают от Бога? Бывают! Бывают от дьявола? Ой, как бывают! Об этом мы даже не думаем! Даже не думаем об этом! А бывают от нашего испорченного естества! Или, как он говорит, по вере человека! По вере человека! И приводят очень хорошие случаи, когда человек, верующий, что этот человек святой, исцелялся, а на самом деле это разбойник и бандит! По вере человека! У нас же критерий только один – чудеса и прозорливость! До какого невежества дошёл наш православный народ! Вы знаете, чем это грозит? Страшными вещами! Святоотеческое предание говорит, что самым великим чудотворцем кто будет? Антихрист! Он поразит больше, чем кто-либо своими чудесами! И почва прекрасная, когда человек – вот для него критерий – это – всё! Антихрист – это и есть Христос! Так вот, Святоотеческое предание, то есть учение, обращает внимание на то, что как человек двусоставен – тело и душа, так и духовная жизнь состоит из правильного отношения к телу и душе. Или, как они говорят, есть подвиг телесный и есть подвиг душевный или духовный. Вот вы знаете, как иногда оцениваем опять-таки? Человек ведёт аскетический образ жизни, постоянно ходит в храм, так, может быть, присоблюдает там посты и так далее, может быть, действительно и действительно ведёт аскетический образ жизни. Вы что, думаете, святые отцы так безоговорочно это одобряют? Нет, говорят! Зачитаю вам, что пишет в Арсенофе Великий, если внутреннее делание по Богу не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем. «Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, душевным, то есть борьбой со страстями внутри себя, более вреден, нежели полезен». И объясняет, такой телесный подвиг, не обращающий внимания на то, что творится в моей душе, служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей и перечисляет каких. И мы все это поймём. Тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти, самомнений. Ещё бы! Я подвижник! А это кто такие? Самомнение, тщеславие, гордыня. Кстати, обратите внимание, как часто мы, к сожалению, можем встретить в наших храмах таких фанатиков, что страшно становится. Вошёл человек, не так он стоит, руки сзади, бах по рукам, свечку ставит, не так поставил. Всю суть видит в чём? Вы подумайте только! В этом чисто внешнем забыли, что там, где нет любви, нет никакой истины, там карикатура на истину. Недаром дьявол, явившись Антонию Великому, и сказал, Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем, ты мало спишь, а я совсем не сплю, не этим ты победил меня, а смирением. Богу очень нужно, сколько мы едим или пьём. не Богу это нужно, не Богу это нужно, мне это нужно. Народ великолепно сказал, сытые брюхо к учению глухо, а уж к молитве, тем более, тем более, какая там молитва, когда хорошо покушал, да выпил, ну, знаете ли, такое вознесение ума к Богу будет, только держись. Так вот, духовная жизнь действительно складывается из этих же двух моментов. И насколько они важны, и какая нужна гармония между ними, я вам прочитаю, Игнатий Брянчанинов пишет, оставление телесных подвигов, то есть отбросить их, делает человека подобным скотам. Скоты же не воздерживаются, правда? Хотят есть и едят, хотят пить и пьют, а инстинкты больше ничего. Поэтому оставление телесных подвигов делает человека подобным скотам. Ой, какое сильное сравнение! И так не нравится, ужасно! Почему скотам? Давая свободу и простор телесным страстям. Но дальше что? Излишество их телесных подвигов, когда человек в горячности и в самомнении думает путём тысячи поклонов, ни едени, ни спанье и так далее, получить царство Божие, он пишет, излишество их, этих неразумных вещей, делает человека подобным бесам, способствуя расположению и усилению душевных страстей. перед чем мы стоим, так оказывается, в духовной жизни. Полная концентрация внимания на одном или другом приводит к полной дисгармонии душевной жизни. Нельзя прекратить воздержание, разумно и естественно. Если этого не делать, подобен скотам. Верно! Захотел? Давай! А если ты это делаешь и видишь в этом суть своей духовной жизни, ты становишься бесом настоящим. Это то, что называют человека в прелести. Ну, помните о Достоевском и братьях Кармазовых, как хорошо показаны два образа, два старца Зосима. Вы знаете, вот в фильме «Братья Кармазовы», кстати, замечательный образ этого Зосима. Прямо действительно смотришь, как это смогли сделать! Это просто удивительно! Не налюбуешься! И другой, Ферапонт, подвижник, он прекрасно показал, что это такое, какая гордыня, такое высокомерие. Да, нужно, оказывается, нужно и то, и другое. И то, и другое. Это необходимо. Дисбаланс – ой, извините за такие слова, да, ну, иногда выскакивает, терпеть не могу я всяких этих словечек, ну, что делать, да – приводит действительно к нарушению внутренней жизни человека. и тогда ни о какой духовности речь и идти не может. В чём же состоит духовная жизнь человека? У святых отцов есть такая замечательная, я бы сказал, формула, даже несколько формул, которые очень хорошо очерчивают границы и показывают, что это такое. Первый из них – всё без меры от дьявола. Интересно, очень интересно, действительно, а где мера? Вторая формула. высшая из добродетелей, без которой нет никакого добра, является дар рассуждения. Без рассуждения, безрассудность, увлечение просто каким-нибудь вот одним элементом приводит человека к самым печальным последствиям. нет добродетели без рассуждения. Какого рассуждения? Какого рассуждения? Рассуждения, естественно, основанного на чём? На изучении святоотеческого наследия, а не просто на рассуждении своём. Я рассужу. Ещё раз говорю, стоит нам сойтись и начнём мы рассуждать от себя, и тут же начнётся хаос целый. Всё без меры от дьявола, нет добродетели без рассуждения. По какому же признаку можем мы судить, судить о том, всё-таки правильно мы идём или нет? Ходим в церковь, читаем молитвы, исповедуемся, причаемся, ставим свечки и подаём записки. Это очень важно. Самое главное. Через левое плечо не передаём свечки при этом. Это уж совсем сверхважно. По какому признаку интересно? Вот, действительно, вот надо знать, по какому признаку? Как узнать? Оказывается, оказывается, этим признаком является то, что великолепно в кратких словах сформулировал преподобный Пётр Дамаскин. Он сказал следующую фразу. То есть, не сказал он, написал, и вообще его в этом отношении он выразил, я бы сказал, общесвятоотеческую мысль. Каким же признаком является? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих а другой отец прибавляет до сели остававшихся где-то во тьме и невидении. Вы, наверное, обратили внимание, обратили внимание, что очень часто, то есть, не часто, а общее состояние, наверное, такое. Вот, если бы я не был таким вспыльчивым, если бы я так, не говорил направо, налево, не ругался, всё, то я был уже совсем хороший человек. Но вот это мне немножко мешает. Только вот это. А так? Беда-то какая! Действительно! Мы внутри видим себя очень хорошими. Видим только отдельные грешки, которые мешают. Ну, я согласен, что это всё-таки грехи, согласен, но вот если бы их бы не было, и всё, ура! Живьём можно канонизировать. Вот что такое! Оказывается, вот эта вот тьма или это невидение себя является одним из признаков, что мы действительно находимся ещё в состоянии полного отсутствия духовной жизни. Правильная духовная жизнь, оказывается, приводит человека к всё большему видению. То, на что я никогда не обращал внимания. Ну, с какой стати я буду обращать внимание, что я люблю поболтать, пошутить, посмеяться, но ещё как! Да, кого-то подковырнуть, ну, кому-то позавидовал, ну, кого-то и обрухал немножко, ну, и что это такое? Что за чепуха-то? Ну, слушайте! А тут слукавил, а здесь слицемерил, а здесь по человеку угодничал. Ну, если это такая мелочь, слушайте, о чём говорить-то? Никакого значения даже не придаём! Это же мелочи кажутся! А что говорит Христос? Верный в малом, над многим будет поставлен, а неверный ничего не получит! Это один из законов духовной жизни, когда мы небрежно относимся к так называемым мелочам в своей жизни, в своём поведении, в своём отношении к людям, к делам. Так, оказывается, вот эта небрежность свидетельствует о чём? о том, что я никакого внимания не придаю тому, как я живу и что творится с моей душой. При, ещё раз говорю, при правильном, правильном отношении человек обязательно начинает открываться вдруг ему, да что же я лукавлю перед... Что такое? Что я лицемерю? Какой кошмар! Что я обманываю? Стыд и срам! Понимаете, какие вещи? Оказывается, повторяю ещё раз, первым признаком, вы слышите, не чудеса, не прозорливость, а первым признаком является видение, видение своей греховности, грехов. Это видение постепенно открывается по милости Божией, потому что если бы нам всё открылось, то мы, наверное, тут же в отчаяние бы впали. Нельзя! Опасно! Как же человек к этому приходит? Как же, что это такое? Мы говорим всё время при правильной духовной жизни вот будет то-то и то-то, что первым признаком этой правильности является действительно всё большее картина, открывающаяся передо мной. То я был близорукий и ничего не видел. Говорит, у вас платье, костюм грязный. Нет, ничего я не вижу. Ничего не вижу. Действительно, правильная духовная жизнь исправляет это духовное зрение и даёт мне увидеть, что во мне есть. Кстати, не могу не сказать, что это даёт человеку. Это даёт человеку. Я захочу осудить кого-то. Мне стыдно. Чего ж я его осуждаю? А сам каков? А сам-то каков? Не стыд-то тебе? Ой! Язык прижал. Это в отношении к другим людям. А как же приобретается? Что это такое за правильная духовная жизнь? Я вам даю только основные положения святоотеческого учения. Конечно, очень бы хотелось мне поделиться бы своим духовным опытом. Ой, как было бы здорово! Но, увы, никак его нет чего-то. Поэтому приходится только смотреть, чему же учат святые отцы. А они очень очень важным вещам учат. Оказывается, вот это видение достигается... Видение... То есть, ну, прогресс. Маленький прогресс. Помню, Пётр Маскин, как сказал, первым признаком, слышите? Первым! До этого я и не видел. Ну, уж когда что-то такое... Такое уж ахнуло, но это, конечно, вижу. А так ничего не вижу. Да и вообще эту мелочь чего видеть-то? Смотреть нечего. при каком же условии? Как это? Как? С чего начинается этот путь? Невозможна духовная жизнь без... Без чего? Без решения жить по-христиански всего-навсего. Этого решения почти никто не принимает. Живём, знаете, как вот. Волга течёт, и всё, и всё в потоке несёт, и всё несётся там. А чтобы принять решение, что-то отныне, вот, с этого момента, я постараюсь жить по заповедям Христовым. Я постараюсь жить всё, что в моих силах будет. Постараюсь не осуждать, хотя я через минуту, может быть, осужу кого-то. Господи, прости меня! Не лгать, не притворяться, слышите, принять решение. Когда преподобного Серафима спросили, почему сейчас нет тех христианских светил, которые мы видим в древности, он ответил, потому что нет решимости у христиан быть христианами. Христианство для нас – это вот храм и кое-какие, так сказать, положенные церковные правила соблюдения, самые большие. И всё. Ну, прочитаю, может, молитвы, утренние или вечерние, схожу в церковь, принесу батюшке, батюшке вот такой вот талмуд моих грехов, сделаю отчёт о проделанных грехах, ему всё, причащусь, и слава тебе, Господи! Вы слышите, оказывается, что говорит в святоотеческой предании, да это же только внешняя скорлупа! Знаете, вы хотите поесть что-нибудь? Ну, чашка нужна же, правда же! Нельзя же сделать так, как, помните, у одного классика, как один мужик двух генералов прокормил, в ладошках супом варил! Пожалуй, так не получится! И это же всё, это вся эта внешняя сторона! Нужна она? Ну, конечно, нужна! Но что это? Это, знаете, чему равносильно? Что вы придёте, куда-нибудь вас позовут в гости, увидите великолепно сервированный стол! Серебро, золото, хрусталь, что вы хотите ещё, цветы, всё! А есть-то и нечего! А есть-то что? Ну, любуйтесь! Любуйтесь! И голодный остаётся человек! Вот что такое, когда мы видим суть духовной жизни только в этих внешних формах! Нужны они? Да, нужны! Нужны! Ну, конечно, из чего-то пить надо, и есть из чего-то, и ложка нужна! Но, в конце концов, столь ли важно, из какой посуды я буду, из деревянной чашки я буду есть супчик, да, или из какого-то фарфора, там, не знаю! Это вопрос же совсем другой! А что же питание, что такое означает? Вот это всё, вот эта внешняя сторона религиозной жизни, это и есть то, что, вот мы сказали, то, что называется телесное своего рода телесное делание! Делание, то есть телесные дела! Повторяю, понятно же, это все мои посты, молитвы, хождения в храмы, милостыня, и всё такое! Меня-то это ничего не изменяет, если я не буду делать чего-то другого! Ну, правда, для многих, которые совершенно не знают ничего о христианстве, конечно, с этого и начинается! Ну, действительно, с этого и начинается! Потому что он не знает, что такое храм, что в храме делается, что такое исповедь, причащение, это понятно! Но это же, это же, так сказать, детский уровень, что не так трудно понять! А суть в чём? суть духовной жизни в чём состоит в исполнении, точнее, в понуждении себя жить по заповедям! Жить по заповедям! Без этого понуждения ни о какой духовной жизни речи не может быть! И в этом понуждении речут не только о том, что человек не должен совершать каких-то грубых грехов, как это очень часто, знаете, к своему удовольствию мы ограничиваемся! Я никого не убил и никого не ограбил! Представляете? И не изменил! И не нарушил закона! И никого не подвёл! Кто я? Хороший человек! Хороший человек! Всё! Слушайте, это самые грубые! Это действительно то, что для близорукого человека только этого он увидит! А о чём говорит Христос-то? О чём говорит Евангелие? В данном случае, как важно услышать мысль святых отцов! Оказывается, все наши деяния, все, как добрые, так и худые, с чего начинаются? С мыслей! Вот он источник нашей той или иной духовной жизни! Наши мысли! Интересно найти человека, который бы сказал, я борюсь с мыслями! Почти никто не борется! Живёт вот в этом вот омуте! Знаете, как один проповедник очень хорошо сказал, мы поступаем так, как, знаете ли, скотина, которая, какая бы ни перешла пыльную дорогу, свои следы и оставляет! Так и у нас! Любая скотина приходит туда и свои следы оставляет! И змея, и волк, можете, и овечка! Слышите, всё, что полная свобода мыслей! Только это не свобода, а это произвол! Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что на святотеческом языке называется, конечно, очень, это уже специфический термин, так сказать, борьба с помыслами. Ну, и речь, ну, зачем нам этот термин? Мы на современном языке мы должны делать что? Пришла какая-то дурная мышь, что мы должны сделать? А вот то, что сейчас на Всевышней поётся, блажен и же имит и разбиет младенцы твоя, о камень! Слышите? Младенцы! Пришла мысль, особенно злая на кого-то, только дай ход, и всё! И у человека и сон весь пропадает. Прямо моментально надо убивать это. Как? Святые отцы говорят, камень этот, камень этот, о котором разбивать этих младенцев, только-только пришедшие мысли. Это Христос! Что значит Христос? Это молитва! Вы знаете, духовная жизнь немыслима, немыслима, и её не может быть! Если хотите, это будет самообманом, если человек не поймёт, что вся суть религии и духовной жизни вся заключена в чём? В молитве! Без молитвы, без молитвы нет религии вообще! Потому что только в молитве наш ум соединяется с Божественным Духом! Только! Здесь связь! Слово религия – это связь! Так вот, только в молитве это происходит! Без молитвы – нет! Вообще никакой религии нет! Без молитвы нет в человеке религии! Да, он верит, что кто-то там… Есть Бог! Ну да, хорошо! Что это Троица, Христос! А молитва? Что это такое молитва? Вы знаете, очень многих поражают те строки, которые находим у святителя Игнатия Бринчанинова, когда он говорит «Нужно учиться молиться!» Учиться! Вы представьте себе! Вы знаете, не услышишь даже этого никогда! Я слышу только призывы молиться! Возлюбленные во Христе братья! У вас заболела печёнка или селезёнка? Или селезинка? Молитесь! Что такое молитва? Как она совершается? Как? Оказывается, тот, кто не учится молитве и не знает, что такое правильная молитва, а чтобы учиться, надо же правильному учиться, тот никогда никакой духовной жизни не прикоснётся! Только через молитву происходит соединение нашей души с Богом! Только в молитве человек может получить помощь Божию! Без неё ничего не может быть! Как же? Что такое? Почему учиться правильной молитве? По очень простой причине! В церкви стоим, кто-то там читает, кто-то поёт, у них один мир, а у меня другой, а я вспоминаю, как с соседом или с соседкой там, или прочее, да у меня там, Господи, целый мир, в котором я нахожусь в это время, на службушке так, знаете, постою так хорошо, такая благодать, что лучше не придумаешь! Вспомнил всё на свете! Всё на свете вспомнил! Только Бога не вспомнил! Решительное слово отцов! Там, где нет внимания, там молитвы нет! Хоть тараторили бы мы всю вечность! Нет молитвы! Это самообман! Когда мы начинаем обращаться словами молитвы, словами молитвы, когда, как кажется, мы молимся в рассеянии, в невнимании, в небрежении. Отче наш же единый на небесе! Та-та-та-та-та-та-та! Нет молитвы! Ещё раз повторяю! Там и у того, где и у кого нет внимательной молитвы, там религии нет! Духовной жизни нет! Нет! Молитва только та правильная, которая совершается с вниманием, благоговением, ибо перед Богом мы стоим, а не перед кем-нибудь, и что крайне необходимо для каждого человека, по-моему, да, покаяние! Покаяние! Когда мы это слышим, внимание, благовение, покаяние! Простите, а где же? А мне надо помолиться, у меня с дочкой там плохо! Вы что? Там надо экзамен сдать, замуж выйти, поступить на работу! Вот о чём! А что это такое? Внимание, покаяние! Ещё один момент, который чрезвычайно важен и который, к сожалению, не понимая которого, мы лишаем себя полностью помощи Божией. Послушайте, что пишет Игнатий Валенчанинов. «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его». Преподобный Исаия пишет Исаак Сирин, извините меня, «как человек, просящий у царя гноя, оскорбляет его, так и тот, кто в молитвах своих просит у Бога земных благ». Вы знаете, это что такое? Это же ужасно! А я только и молюсь о земных благах. Только об этом молюсь, а тут друг против. Слушайте, святые отцы, что они пишут? Говорят, что когда мы просим земных благ, гноя просим у Бога. Пробрался нищий, наконец, к царю, пустили его. Царь говорит, что ты хочешь? Гноя! Ну-ка, казните его немедленно! Правда, интересно же, мы в каком-то странном положении находимся. Как же быть? Святые отцы отвечают, да, конечно, у нас масса неприятностей, масса скорбей, всяких недоразумений. Мало ли чего бывает. И как же быть? Неужели не попросить Бога, а то, чтобы Господь помог? Они интересно отвечают. Голубчик, неужели ты думаешь, что Бог не видит, что у тебя это случилось с тобой? Неужели не знаешь, что Он есть любовь и только любовь? И как же тогда надо быть? И они отвечают, Господи, ты видишь, как я страдаю, ты видишь, какая скорбь у меня, я знаю, что ты любовь премудрая, поэтому, поэтому, самое главное, что, Господи, да будет твоя воля! Ой, как! Да я же хочу, чтобы у меня это было! А тут я буду говорить, твоя воля! А вдруг его воля наоборот? Что ж тогда делать? Нет, не пойдёт! Изволь, Господи, положить и выложить мне! Мне надо вот это! Вы слышите? Вы слышите, до какого состояния мы дошли? Это не верим, что Бог есть любовь, что Он вездесущий, что Он есть разум превысший, что Он каждому человеку, в каких обстоятельствах Он не находился, желает блага и только блага! И вот здесь мы оказываемся перед лицом чего? Поверить Богу или не поверить? Если я поверю, то, Господи, да будет воля Твоя! Ты видишь! Ты видишь мои страдания, мою скорбь, но да будет воля Твоя! Если мы хотим, чтобы действительно наша молитва была действенной, то мы должны показать верность Богу! Господи, я верю Тебе, что Ты для меня сделаешь только благо! Только благо! Я Тебе верю! Да будет, Господи, Твоя воля, а не то, что мне хочется! И то я даже и не знаю, и не вижу, и не знаю, что будет из того, что мне хочется! Помните замечательный случай с матерью Рылеева, этого декабриста Рылеева? Когда у неё смертельно заболел этот мальчик, будущий декабрист, врачи приговорили её к смерти, то она буквально в выступление впала, молилась Богу! и ей сон! Ангел удивляется, показывает на его сына, на её сынишку этого, и говорит, ты хочешь посмотреть, что с ним будет? Ну, она, конечно! И он ей показывает все этапы его жизни, как он становится там школьником, там гимназии, военные, военная школа, в мундире, офицером, наконец, показывает ей Сенатскую площадь, где, так сказать, перед этим показывают какие-то собрания, где он горячо говорит, всё такое, показывает выступление на Сенатской площади, и, наконец, показывает виселицу, на которой он висит. и спрашивает ангел, и спрашивает ангел, ну, как? Вот теперь вот подумайте! Мы можем её осуждать, можем не знаю, что, но сами мы не то же ли сами делаем? Нет, чтобы сын был только жив! И всё произошло точно по этому сну. Господь показал и ей, и всем прочим, никогда мы не знаем, где наше благо, где и в чём. Мы сиюминутную ищем, сиюминутное благо, сиюминутную пользу ищем, а не знаем, что дальше. Поэтому, видите, как оказывается, оказывается, какая молитва правильная, даже в том случае, когда с нами что-то происходит, что-то мы хотим, что-то случилось. Господи, я верю Тебе! Верю Тебе! Да будет воля Твоя, а не моя! Наверное, всё-таки стоит вспомнить, что Христос был не только Бог, но и человек. И его гефсиманское моление, когда до кровавого пота молился, ещё бы, зная, какие пытки придётся здесь перенести, – Отче, пронеси Мимо меня чашусью, но не моя, а Твоя, да будет воля! Вот она верность! Вот она истина! Вот при каком условии только наши молитвы, даже о земных вещах, могут быть и услышаны Богом, когда же мы не Твоя, но моя воля, тогда и получаем. Молимся, кажется, всю жизнь, и ничего не получаем. Одна же вот так на лекции, одна женщина встаёт и говорит, – Я вот уже сколько-то десятков лет в храме, но я какая была, такая и осталась. Что ж это такое? Я говорю, – Ой, спасибо большое! Как хорошо вы сказали! То, о чём другие молчат! Действительно, каким был, таким остался. Почему? Потому что ничего не делаем в духовном плане! В каком плане духовном? Не воздерживаемся от зависти, от осуждения, от лицемерия, от лукавства, от тщеславия. Нисколько не воздерживаемся! Полная свобода, произвол всем гадам, которые только заползают в мою душу. И хотим после этого что-то иметь. Конечно, ничего не можем! Один из святых, преподобный Семён Новый Богослов, как говорил, говорил даже так, – Тщательное исполнение заповедей Христовых! Что делает? Что делает? Даже тщательное! Слышите, я решил и стараюсь, изо всей силы! Кажется, согрешаю, каюсь, и так непрерывно! И к чему оно должно привести? Это тщательное исполнение заповедей Христово! Научает человека его немощи! Увидь себя, человек! Ты только сейчас дал себе слово никого не осуждать! и тут же взвился, когда тебе сказали то-то и то-то! Не лицемерить! Не лгать! А что у тебя? Да! Действительно, тот человек, который начнёт следить за собой, действительно, он приходит к смирению! То есть, что значит, к смирению? Он начинает видеть, кто он есть на самом деле без розовых очков! На самом деле! Вот, оказывается, я какой! Я полагал, что я очень неплохой человек! А здесь, когда перед лицом заповедей я увидел, что только в моей душе творится, понял, и затылок почесал, «Ничего себе! Вот это хорош!» Вот это познание, видение себя, оно является началом духовной жизни. До тех пор, пока я не вижу, что я грешный, а я плохо вижу, что я грешный, я, в общем, ничего, хорош. До тех пор, пока я не вижу, что я грешный, мне и Христа-то не надо! Почему не надо? Христос – Спаситель, а я, в общем-то, и ничего! Мне не от чего и спасать! Вот червы земного – это давай! Я молебен закажу даже! А спасать меня – от чего? Вы слышите? А оказывается, без видения того, что из себя представляет сама моя душа, без понимания этого не может человек прийти к вере во Христа! Ведь надо же всё-таки понимать, что вера, что такое вера во Христа? Это же не просто признание того, что он родился, крестился, распялся и воскрес. Совсем не это! Это знает каждый самый паршивый бесёнок, это знает и остаётся бесом. Это бесовская ещё вера. В чём заключается вера? Действительно спасающая в том, когда человек увидит, Боже мой, что у меня творится! Господи, помоги мне! Я никогда не ожидал, что у меня такой омут в моей прекрасной душе! Омут настоящий! Вот что оказывается у меня! Вот здесь-то происходит вот то, о чём сказал так преподавал Семён Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, его смирению. Вот здесь! Ох! Ох, с чем мы сталкиваемся! Смирением? Хм! Извините! Я ни перед кем смиряться не намерен! Слышите, что у нас сидит, какая змея ядовитая! То тебе не надо ни перед кем перед собой смириться! Посмотри, сколько у тебя гадостей в душе, которые ты не можешь никак не излечить, не освободить себя! Вот и всё! Это и есть смирение! Можем? Нет! Нет! Вот это и есть смирение! А мы всё время смирение – значит, что это? Значит, вот кланяться перед кем-то. Вот оно! Видение своей греховности, своё недостоинство, видение этого омута грязного. Вот что такое смирение! Оно является основой, прочной основой всей последующей духовной жизни. Всей! Само начало, ещё раз повторяю, в чём состоит? В понуждении себя к правильной жизни. То есть, и исполнение церковных предписаний, но это всё телесное. Главное – это внимание к своей душе. Что значит внимание к душе? Среди что там возникает у меня? Это борьба со страстями, как говорят святые отцы. Вот в чём состоит духовная жизнь. Борьба, покаяние, молитва, не вычитывание молитв – это насмешка над молитвами. Насмешка, самообман, когда я вычитываю молитвы. Приходит всё время, говорит, ну, подойдите к начальству, если вы работаете где-нибудь, начните ему что-нибудь тараторить, так, как тараторит молитвы. Что будет? Сколько секунд продлится ваша аудиенция? И скажет, под зад коленом из кабинета. Вы что, с ума сошли? Ко мне пришли, да? Да, только сумасшедший может так, конечно. Я же ясно, человек с головкой плохо. Вместо того, чтобы поговорить, а тут вдруг начинается тараторение. Ой, как это важно! Ещё раз повторяю, нужно учиться молиться, учиться, как великолепная есть молитва, оставленная нам всем священным преданием нашей церкви и который находится в наших руках. – это краткая молитва, краткая, потому что длинной мы уже не можем, у нас внимание улетает в заоблачные выси, а эта краткая молитва какая же? Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Пять слов! Всего-навсего! Может, смогу удержать себя? Могу здесь внимание удержать? Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Кажется, раз удержал, а ну-ка ещё раз! Уже улетел! Вот, оказывается, начало, начало великолепное, опробированное, проверенное опытом, бесконечным опытом отцов. Вот с чего надо начинать! И дома, и в храме, и на работе, и на улице, и сидим, и стоим, и идём! Кто мешает на эти две секунды вдруг обратиться к Богу? Только ещё раз повторяю, с сам всем вниманием, благоговением и покаянием. Вот с чего нужно начинать? Начинать учение, учение молитвы. Такая молитва, такое познание себя действительно приводит человеку к видению того, кто я есть. И это видение, когда я вижу, что у меня творится, и я ничего не могу сделать, это есть смирение. Почему оно столь важно? Ещё один момент. Сейчас я понимаю, что я вас замучил. Нельзя профессорам давать свободу слова, кстати. Имейте это в виду. Ну, ещё, скажу, ещё можно ещё два часа. Вы не беспокойтесь. И всё будет в порядке. Вот о чём хочу сказать. Почему смирение? Вспомните первую страницу Библии, когда Искуситель сказал Еве «Будете, как боги!» Ой, как интересно! Вот он плод-то какой! Сорвите! Возмните о себе, что вы боги с Адамом. Вы – два бога, два божества. Ну, как же! Вам покорён весь мир, полная власть над всем тварным миром. Всё, кажется, есть. Будете, как боги! И совершилось то, о чём мы все знаем. Мы называем это грехопадением Адама. Так хорошо! То есть, ничего хорошего? Ничего хорошего? А может, хорошо? Но вся суть-то что я хочу сказать сейчас? Ну, хорошо! Вот сейчас мы, представьте себе, за наши великие добродетели, у нас их полно, конечно, попадём прямо в рай! Представляете? Красота-то какая! Прямо в рай! Ну! И там вдруг мы увидим, что мы действительно не фунт изюма! Какие мы в славе, в красоте, в чести! Нам покоряется вся тварь, вся вселенная! И и опять? А опять, значит, срываем плод с древа познания того, кто мы есть, до чего мы хороши, да? Нет, уже второй раз такого быть не может! земная жизнь дается человеку для того, чтобы здесь он в процессе её мог увидеть себя, кто он есть, в каком болезненном состоянии он находится, познал, пришёл этому состоянию смирения. Для чего это нужно? Потому что, только увидев себя, кто я есть, без помощи Божьей, без Бога, я могу тогда действительно, действительно не пасть вторично! Есть такой термин, замечательный термин в русском, в русской патриотической мысли, как непадательное состояние. Задача нашей земной жизни заключается в том, чтобы приобрести непадательное состояние, а не в том, чтобы бесконечно спасаться и падать. И вот это непадательное состояние, она и приобретается человеком только в процессе, в процессе понуждения себя к жизни по заповедям и познанию себя, что представляет моя душа, что, какими силами я, в кавычках, обладаю для того, чтобы, чтобы очистить свою душу. Оказывается, не могу очистить. Смирение, вот это вот, вот это осознание, это ясное видение, оно является залогом, залогом непадательности во всей последующей вечной жизни. Обратите внимание, чего достигали величайшие отцы. Величайшие, а не какие-нибудь. Всегда приходится приводить пример. Утреннюю молитву кто читает, тот помнит молитву Макария Великого. Боже, очисти мя грешного, як уникали же, никогда же, сотворих благое пред тобою. Это Макарий Великий ничего благого не сделал перед Богом. Правда, интересно. А я такой, что делаю? Это он не делал. Вы слышите? Он видел, видел, насколько в нас присутствует эта наша самость. самость наша во всём и в добрых делах, и в нашем поведении, в нашей молитве видел, каялся, видел и обратился к Богу от всей души Божьей, очисти мя грешного, як он никогда же сотворих благое пред тобою. ты, Господи, прими меня, ты, очисти меня. Вот это состояние, это есть состояние непадательности, которое только и даст каждому из нас пребывать уже потом вечно, вечно в Царстве Божьем, без повторения вот того, что случилось с первыми людьми. ну извините меня, что я так много говорил. Да, спасибо уж вам, что вы потерпели меня. Алексей Ильич, очень много вопросов, мы постараемся задать те, которые, наверное, такие наиболее общие. Как раз вопрос относительно того, что вы только что говорили. Вы привели пример с Рылеевым. Исходя из этого, судьба и жизнь уже известны Богу, если Бог знает, что человек выберет в этой жизни, то значит, есть предопределение Божие. Тогда зачем пост, молитва и вся духовная жизнь? Ну, если бы так было, то это верно. Но в том-то и дело, что когда Кальвин, один из отцов реформации 16 века, проволосил учение, учение, что Бог заранее, заранее предопределил одних к спасению, других погибели, то церковь осудила это, заявила, что за страшное такое учение. Бог есть любовь! Как Он может предопределить кого-то каким-то мучением? Наша будущность в наших руках! В наших руках! Потому что Бог есть вот как солнце! Так? Вот представьте себе, что солнечные лучи при каком-то нашем состоянии здоровья нам необходимы! Мы это точно знаем! Хотите вы излечиться? Пожалуйста, на солнышко! От нас зависит, придём мы на это солнышко! Или скажут, нет, 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 всё это чушь! Да не хочу я никакого солнышка! Спасение в наших руках, потому что Господь с своей стороны сделал всё необходимое! Всё! От тебя теперь человек зависит! Поэтому никакого предопределения нет и даже и быть не может в принципе. Не для того Бог творил человека, чтобы подвергнуть его нескончаемым мучениям, сказал святой Исаак Сирен! Но помучиться за грехи придётся! Придётся! Потому что что такое грех? Рана! Рана! Те говорят не ходи по гвоздям! А это интересно! Ах, наступил? Ну, попрыгай теперь! Пока ножка твоя не излечится! Слышите, что я говорю, реакция? Те говорят, предупреждают, не ходи по гвоздям! Боже такой, заповеди Божии! Это предупреждение Божие о том, чтобы мы не приносили себе зла! Вот и всё! Но когда мы это делаем, естественно, будем страдать, пока, пока наша рана не залечится! Вот так предупредление христианство решительно отвергает! Когда мы произносим слова «Да будет воля Твоя, Господи!» мы возлагаем на Господа свою надежду. А как же быть с вопросом веры? Если сомневаться в получении просимого, то сбудутся слова из Евангелия «По вере вашей да будет вам!» И мы ничего не получим. Или же Господь даёт полезное нам вне зависимости от того, верим мы или нет? Ну, собственно, что тут заниматься софистикой? Что значит «По вере вашей да будет вам»? Ну, что это такое? Я поверю, что улечу в космос. Я полечу в космос, что ли? Речь-то идёт о чём? О том, что когда мы обращаемся к Богу, то мы должны знать. Сам Христос что сказал? Вот если вы имели веру зерно горчичное, сказали «Горея этой! Двинься!» Я надвинусь. А мы как молимся? Посмотрите! Только посмотрите в себя! Молимся и не верим! И молимся и не верим! Помните, как один сказал откровенно? Господи, верую, помоги моему неверию! Здорово сказал! Просто замечательно! Веры-то у нас нет! Вот беда-то какая! Молимся и не верим! А если бы мы действительно верили, то, наверное, были прямыми чудотворцами! Кстати, Иоанн Кронштадтский именно так это вдруг, что называется, обнаружил! У него случилось! Он с такой искренней верой помолился там о просьбе и совершилось! Конечно, по вере вашей! Но надо прочитать и наоборот! И по неверию вашему будет вам так же, когда ничего не получите! Вот так! Можно ли подходить к причастию, если нет твёрдого решения жить по заповедям? И как заставить себя принять такое решение, если даже мысль об этом вызывает внутреннее сопротивление? Надо учесть, что польза от любого таинства находится, выражено, знаете, каким высоким научным языком? Прямо пропорционально! Здорово! Польза будет прямо самопропорционально нашей решимости жить по заповедям! Вот на грош решился, но на грош и пользу получишь! Действительно решился, ой, какую пользу получишь! Слышите? Вот, оказывается, а мы так! Таинство, значит, уже всё! Да ничего подобного! Пожалуйста, прошу запомнить! Любое таинство для человека для человека отдаётся только семечко, а не весь дар уже воскресший! Пользуясь случаем, чтобы, кстати, сказать вам крещение, что происходит? Привожу вам слова Семёна Нового Богослова. Тогда в крещении Бог Слова Бог Слова, то есть Христос Бог Слова входит в крещённого как в утробу преснодевые и пребывает в нём как семя. Слышите, что происходит? Вот, оказывается, что происходит в крещении-то! Одно дело – земля незасеянная, сколько угодно копает, ничего там нет, ничего не вырастет, а другое дело – семя даёт, но только семя! А уже в какой степени это семя разовьётся и даст плоды, это зависит от нас! Недаром, говорят, египетские пирамиды открыли, три тысячи лет лежали там семена пшеницы и, представляете, никакого плода не дали! Так и у нас часто крещённые, о, крещённые! Крещённые, а куда положили это семечко? В каменный мешок! Нет ни покаяния, которое рашает, да ни почву не удобряем молитвой и исполнением заповеди, и остаётся это семя, каким было, таким и осталось. Талант зарыт в землю! Слышите? О, какое страшное дело принять крещение без всякой мысли о жизни христианской! Помните, что было с тем, которым был дан один талант, и который пришёл и сказал «Вот твой!» Помните, что сделали? Вот, оказывается, чем грозит, кстати, принятие любого таинства, крещения и прочих таинств, когда мы к ним подходим без всякой решимости, без желания жить по христианским заповедям, без понуждения себя. Судьба тогда поражает какая? Вот того, кому был дан один талант, и он ничего не сделал, а зарыл его в землю. семечко только даётся нам благодати, а уже в какой степени эта семечка будет, разобьётся, прорастёт, пронесёт плоды, это полностью зависит от нас, будем ли мы и так удобрять, поливать, пропалывать от сырняков, от нас зависит, а не так просто причастился, и всё в порядке. И пошёл. Вот какое дело-то! Видите, это очень важно! Вот что в таинствах происходит! Кстати, вот не могу, чтобы не сказать вам, показать, сказать, какую дичь католическое учение о крещении предлагает. Вы знаете, что там в крещении, какое учение, и у нас многие это говорят? Католическое учение говорит, что все мы, люди, несём на себе грех Адама. Адам согрешил? Согрешил! Вот и вы все грешны! Это вот в катехизисе чёрном по белому написано! Мой прадед украл курицу, я не грешен! Правда же? Ну, конечно, не грешен! А что, Адам согрешил? Все грешны! И в крещении что же происходит? Снимается с человека этот первородный грех. То есть, снимается то, чего нет. Не грешны мы грехом Адама. А что происходит? Из-за этого греха Адама мы стали смертными. И сколько бы раз вы не крестились, бессмертными не станете. Так что ничего не проходит, не исчезает первородный грех. Первородное повреждение так и остаётся, а происходит нечто. Святые отцы, вы знаете, очень многие отцы прямо пишут, семя даётся только. Вот так. Вот что происходит в Тайницах, это надо помнить. Алексей Ильич, вот такой вопрос. Почему патриарх Тайна, не спросив архиерейского собора, поехал навстречу с папой? Если он скрывал, значит, понимал, что делает что-то против церкви. это Тайна сгор пяти каких-то личностей, которые оказались выше всех архиереев русской церкви? Ну, вы знаете, это вы уже спросите у патриарха. Как только я стану в следующем переоплощении патриархом, так я вам отвечу. Возможно ли человеку, который прикоснулся к йоге, тяжелой рок-музыке, бытовому оккультизму и так далее, при условии верной веры и покаяния получить исцеление души от тех повреждений, которые произошли в результате прикосновения к вышеуказанным явлениям? Вы знаете, какое дело? Да, возможно, но очень трудно. Очень трудно, я вам скажу. Это, как, знаете, как вот иногда бывает такая припечатка, у человека как выжигают всё равно что-то на спине. Иоанн Крестьянкин, знаете, архимандрит, они нас слышали, он в своих письмах по этому поводу пишет, как резко и сильно. Некоторым священникам он прямо говорит, прекрати служение, служение даже. Вот как такую печать накладывать на душу. Можно, но для этого этот человек должен начать такую уже жизнь действительно внимательную, духовную, аскетическую, о которой сейчас просто и говорить почти, почти невозможно. Люди же стали слабые невероятно! Мы же стали, знаете, какие слабые? Стоит, посмотреть, ну, чуть-чуть, я что-нибудь добренькое сделаю, и уже у меня... Слышите? Мы так заражены тщеславимой гордостью, что просто невозможно буквально. Поэтому святые отцы говорили, что не будет подвигов у последних людей за их гордыню. Верно! Вот так прямо замечаю. чуть-чуть добре, уже, уже. Я не такой, как прочие человечки. Слышите? Так вот, учитывая это, нужно сказать, что действительно тем людям, которые действительно глубоко были погружены вот в эти вещи, в эту вот, особенно ту рок-музыку, вот это, тяжёлый какой-то рок, ужасный, так, им очень трудно будет смыть это пятно своей души. Поэтому Иоанн Крестьянкин прямо советовал прекратить те служения. И мы видим, что эти люди, которые были, как правило, даже становясь священниками, некоторые из них, ну, не буду называть имена, нехорошо называть, всё равно потом продолжают уже в рясе начинают организовывать такие же вещи. Это беда. В принципе, можно, но в принципе, знаешь, что такое в принципе? В советское время, когда ничего не было, приезжает человек из провинции в Москву, садится в такси, такси спрашивает, куда вам? В принципе. В принципе. Что такое? А в принципе, говорят, всё есть. Так и здесь тоже. Алексей Ильич, как вы думаете, или вы, наверное, знаете, можно ли после употребления алкоголя делать крестное знамение или читать молитву? Не является ли это оскорблением Бога? «Ой, как интересно! Если я что-то согрешил, я каяться не должен!» Это что за учение такое? Это что за учение? Наоборот! Наоборот! Надо это делать! Но при условии, что делать это действительно с покаянием и благоговением, а не просто «Ой, Господи, прости меня!» Вот тогда ещё усугубление получается греха! А если человек действительно скажет «Господи, прости меня и перекреститься!» Это же... Это и надо делать! Это делать надо! А не вопрос! Какой же вопрос? Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию, сказал Господь! «Грешников к покаянию!» Поэтому здесь вопроса никакого не должно быть. Два похожих вопроса. Почему часто бывает так, что люди, ведущие греховную жизнь, им Бог не попускает испытания, а люди, ведущие благочестивую жизнь, постоянно испытывают различные страдания? А второй вопрос звучит так. Почему христианство – это путь скорбей? Вы знаете, кого лечат – больного или мёртвого? Никогда такой вопрос не был? Уж не буду рассказывать случаи, которые были. Просто скажу вам, мёртвые, если хотят, вот я знаю, в Америке люди только украшают и гроб получше, и там покрывало, и цветы, и чего только не делают. А иногда занимается и лицо, даже такое, Господи, всё делает, всё мёртвые. А больного? Лечат. Лечат. Вплоть до того, что делают операции. Но ещё подчас какие операции тяжёлые? Вот в чём дело-то. Недаром Христос сказал, пусть мёртвые погребают своих мертвецов. Самое страшное, когда человек уже доходит до такого состояния, что он уже и не чувствует ни своей греховности, ни своей скверны, и не желает он ничего. Верно! Чем глубже человек погружается в эту мертвенность, тем кажется уже бесполезной ему что-то давать и что-то делать. По этой причине бывает. А у того, у кого ещё есть какая-то надежда на то, что человек всё-таки может исцелиться, и эти и происходят, эти, так сказать, страдания и скорби. Ещё хочу сказать, пример привести, может быть, он даже ещё лучше объяснит. На морозе, видливо или нет, но иногда человек отморозит так уж и... Ой! У нас одна же была суть. Вот такие вот стали здоровые и красные. Мы смеялись над своим товарищем. Так, слушай, дело вот как у борода. Пока ещё они что-то чувствуют, ой, быстрей давайте и оттирать, и лечить. Если же они уже вообще не чувствуют, увы, увы, приходится их ампутировать. Вот какое дело! Так что вот эти образы из нашей земной жизни, они отвечают и показывают, почему это происходит. Почему? Это главная причина, но есть и другая. Есть и другая причина. Серафима Саровского, помните, как избили? Он сложил топор, ничего не стал, никак, защищаться. Что произошло? Мне вспоминаются слова «Серфима Саровского, так, тяжкий млад, дробя стекло, кует булат». Тем, кто способен ещё понять, что он достойное по делам своим получает. Так? Эти люди получают великое благо от скорбей. Хочу сказать, что в скорбях, в скорбях, если он христианин, то он должен прямо говорить, говорить себе, Господи, достойное по делам моим я получаю, да будет воля Твоя! И тогда человек этот получает великое благо для своей души. Великое благо! Кстати, он получает и утешение даже своей душе. Вот как надо относиться к скорбям! Господи, достойное по делам моим, я сознаю это, да будет воля Твоя! И даже более того, слава Тебе! Вот христианское отношение. И когда человек так именно будет вести, он действительно... Вот это сразу же мощный импульс в его духовной жизни. Вот почему это происходит. Объясните, как понимать выражение «гнев Божий». Оно встречается как в Ветхом Завете, так и в Новом. Например, верующие в Сына имеют жизнь вечную, а неверующие в Сына не увидят жизни, но в Божии пребывают на нём. Да. Вот эти выражения – гнев Божий, Бог есть мститель, Бог наказывает, у Бога правая рука, у Бога левая рука. Помните? Помните это? Адам где-то скрылся, спрятался от Бога, помните в районе. Ну, где же Богу? Узнаете, куда Адам скрылся, правда же? Но всё это на уровне вот этой элементарной психологии, я бы сказал, ну, просто детской или почти детской. Всё это даётся почему? Иоанн Затауст объясняет, всё эти речения, как он говорит, в Библии, в слой Божий, ради даются простого, грубого народа. Попробуйте сказать вы человеку, да, что Бог, Бог какого-нибудь, Бог не наказывает тебя, а это он по любви с тобой поступает, он скажет, нужна мне такая любовь. Да? Это всё равно, что ему скажут, ну, как же, чудак человек, ну, вот врач-то будет резать тебя, операцию же надо, он по любви же делает-то. Да? Ну, это мне в голову не приходило. Ради простого, грубого народа, эти выражения. А Иоанн Косян Римлян говорит, что без богохульства нельзя даже и подумать о том, чтобы Бог мог причинять кому-либо страдания без какой-то крайней необходимости. Повторяю, все страдания откуда? Бог даёт? Ну, конечно. Я на гвоздь наступил так, что он у меня вылез сверху. Ух, Бог, что наделал! Ой, ужас какой! Да Бог меня предупреждал! Не лги! Не воруй! Не лицемерь! Потому что каждый грех – это есть рана. А рана – известно, какие даёт плоды. Вот в чём причина. Как современному человеку понять, что Бог есть любовь? И что Он любит человека? Когда человек болеет, человек в бедности, в осуждении других людей, когда внутри возникают сильные страсти, гневы, зависти, жадности или страха, и они мучают человека? Ну, я только сейчас же сказал об этом. Бог – это врач. Врач, а не палач, который казнит. Вот ты, паршивец, сделал, вот тебе. Бог – врач, любвеобильный. А врач что делает? Только по головке гладит, да? Немедленно на стол раздеть до гола и начинает ещё резать. Неужели мы этого не понимаем? Врач – он. Кстати, на Боге, как наказующим и так далее, это говорят все нехристианские религии. Все! Там только наказание и любовь. За грехи Он меня наказывает, за добродетели мои Он меня награждает. Вот в иудаизме помните как? Там они даже вообще не могли другого понимания даже иметь. У них было твёрдое убеждение. Если ты богат, значит, ты добродетельный. А если ты какой-то нищий, убогий и там прочее, значит, ты грешник. Спрашивают, кто согрешил? Помните слепого? Родители или он сам? Вы слышите, какое понимание Бога-то? Это судья! Судья! Одного наказывает, другого награждает. Христианское учение о любви – это беспрецедентное в истории религиозного сознания. До сих пор даже христиане и те подчас не могут понять, как же это Бог-любовь! И забывают простую вещь, что Он врач, а не палач. Как отличить добро, сделанное Христа ради, от сделанного по природной доброте душевной? Иной раз и врага, страдающего, пожалеешь и поможешь. Просто так, из простого сострадания. Дело в том, что, к сожалению, мы можем заметить на себе, что даже когда мы хотим сделать что-то ради Бога, у нас всё равно появляется этот змеё наш – тщеславие, или расчёта, или лицемерие, или человекоугодие. Поэтому святые отцы говорят – не смущайтесь этим, что появляется, а боритесь с этим и познавайте, что в нашей душе есть. Мы думали, что у нас всё там – одна благодать в душе, а оказывается, море пространное, в котором гады, их же не с числа. Видите, каждый ради Бога как хотел сделать. Каждый сейчас сделал ради Бога. Сейчас прошла минутка. Да, ну, слава тебе, Господи, да! Вот какое дело-то! Надо просто познавать себя. Это даётся возможность познать себя. Почему Семёнов Богословый писал, что тщательное исполнение заповедей Христово научает человека его немощи, открывает ему его немощи. Я же исполняю заповедь, кажется, по заповеди даю человеку. По заповеди. И что вижу? И вдруг вижу Змей Горенович, который готов меня проглотить. Вот какое дело! Так что нужно здесь вот на что обращать внимание, а не то различать. Вот здесь я, слава тебе, Господи, сделал всё по заповеди. Да не во веки веков никогда мы всё не делаем. Всегда чем-нибудь отравляем. Не сразу, так через некоторое время. Вот так. Как правильно понять, убийство врага на поле боя не является грехом, более того, является доблестью. Но не является ли враг тем же образом Божиим, убийство которого запрещено внутри страны? Не лицемерие ли это? На поле боя нет отношений, как правило, нет отношений личных отношений, когда вот он мне лично враг, или я ему враг. Там идёт борьба не личностей, а идёт борьба совсем другого плана. Идёт, допустим, защита своего отечества от зла, от насилия, от издевательств над кем? Над тем, кто стоит за мной, народ мой. Я защищаю и убиваю не потому, что я злобу питаю к этим, которые нападают, а это гнев есть праведный гнев. Не смущайтесь, да, есть праведный гнев. У меня нет никаких личных отношений с ними, с этими людьми, которые нападают. Это вот идёт зло, с которым я должен бороться. Каким образом? Вот таким образом уничтожая всех тех носителей зла, которые движутся на кого? Кто стоит за мной, из-за которого я должен отдать сам свою жизнь. Поэтому здесь нет вот того нарушения заповедей, которое говорит – не убей. Когда убийство совершается по злобе, по расчёту, по неприязни, по корысти, да, это убийство. На войне совсем нет. Могут быть какие-то элементы, поэтому и говорят, что надо всё-таки покаяться. Но суть, я говорю, суть дела, здесь идёт не ненависть к человеку, а к тому злу, который сейчас идёт на мой народ. Правый разбойник спасся благодаря раскаянию. Блудный сын раскаялся и был принят отцом с почестями. Всю жизнь я стремилась быть хорошей, и раскаяние моё не холодное, не жаркое. А если был бы сильный грех, и раскаяние было бы сильнее. У грешников не короче ли путь к Богу, чем у праведников. Ну да, так нет, я считаю, сейчас погрешу, а потом раскаюсь. Сила раскаяния совсем обусловлена не степенью совершаемого греха, как формального действия, а силою чувствительности души, чувствительностью совести. Вот к чему. У того же правого разбойника душа ещё была способна ощутить, какие мерзости он делал и раскаивается. А другой делает эти мерзости и не раскаивается. Левый разбойник же не раскаялся. Поэтому сделать вывод, что для того, чтобы раскаяться, не нужно ли совершать какие-то ужасные поступки – это глубокая ошибка. не случайно вокруг Христа были распиты два разбойника, а они показали состояние человечества. Вот, оказывается, один мох раская, а другой продолжал хулить. Спаси себя и нас, если ты сын Божий! С издёвкой ещё с какой! Поэтому вся суть – это в состоянии нашей души. Нет сомнения, что у правого разбойника наверняка были самые положительные чувства, какие-то страдания, какое-то раскаяние было о том, что он творит. А у другого ничего не было. Мёртвые пусть погребают своих мертвецов. Вот так происходит. Скажите, пожалуйста, возможно ли крещение Святым Духом по праведности жизни без совершения таинства священнослужителям? Я думаю, что человеку, который имеет всю возможность принять именно крещение, веря в его необходимость и веря, и не принимает этого, никак это невозможно. Это невозможно. Вот. Напротив, если нет никакой возможности, он, человек, может быть, умирает, хотел бы, вдруг такое случилось, но не имеет никакой возможности действительно принять крещение, то есть мысль у святых отцов, что жертвой Христовой человек, благодаря жертве Христовой, может пройти самое трудное и самое продолжительное огненное крещение по смерти. Это писал Григорий Богослов, святитель. Скажите, пожалуйста, по каким характерным признакам понять путь Богу угодный? Мы, по-моему, сейчас говорили, Богу угодный путь свидетельствует о том, что человек становится более великодушным к другим людям. Более великодушным. Почему великодушным? Мы тоже говорили. Когда я вижу, что я вор, я другого вора осуждать, мне как-то язык прилипнет. Не смогу. Когда я сам лицемер, так мне неудобно осуждать другого лицемера. Вот какова ситуация. Поэтому правильный путь, правильный признак заключается в том, что я действительно всё больше вижу свои неполадки, свои, если хотите, грехи, свои раны, которые я натворил себе. А когда я действительно ощущаю, что я испачкался, что я грязный, то я никак не смогу возомнить о себе, что я чистый. Слышите? Говорят так, а вот я всё, я начинаю больше видеть свои грехи, ура! Значит, я уже близок к Богу, близок к Богу. Вот оно! Когда человек всё больше начинает открываться ему, какие пятна на одежде моей души, то появляется ещё большее смирение. Более того, часто возникает у человека даже состояние, когда он даже стесняется молиться перед святыми. Стыдно! Вот! Это есть состояние смирения. И это состояние смирения, правильное состояние, оно и должно быть. И когда у человека есть покаяние, действительно состояние покаяния, то этот человек, я бы сказал, заграждён от прелести. В прелесть впадают лжеправедники, которые видят свои добродетели, видят свои успехи. Вот-то впадает. А человек, видящий свои грехи, видит, как испачкана своя душа, не может возмнить о себе. Не может! То есть, он уже закрыт от этого ужасного явления, которое называется прелестью. Алексей Ильич, и вот ещё, наверное, один вопрос мы успеем задать. Сейчас актуально ставить цели в жизни и стремиться к успеху. Как вы к этому относитесь? Есть ещё похожий вопрос, что сейчас молодёжь призывают всегда во всём быть лидерами и тоже спрашивают вашего отношения к этому. Ну, тут два вопроса. Один вопрос успеха, другой вопрос лидерства. Насчёт успеха с христианской точки зрения я скажу так. Мы, когда находимся на каком-то служебном пути, научном, административном, то действительно мы должны делать всё для того, чтобы, так сказать, более совершенствоваться в этом плане, поскольку мы поставлены Богом на этот путь. И поэтому нисколько не противоречит, если человек здесь развивает свои способности, свои возможности. Однако всё это возможно только на пути в том, когда совесть и разум не противоречат его действиям. Самое опасное, когда совесть не прямо говорит, что ты делаешь во имя своей карьеры, ты что творишь? А естественное продвижение, ну, правильно, на научном плане, ну, почему человек, он талантливый человек, читает, пишет, всё, почему не стать кандидатом наук? Почему не стать доктором наук? Ничего тут худого нет! Это естественное просто развитие. Так же и на других поприщах. Вот так. А в отношении лидерства, я вам скажу, это опасное явление, потому что что такое развитие лидерства? Кто такое я? Это развитие гордыни, развитие тщеславия. Это опаснейшая вещь, когда искусственно человек начинает или себя творить лидером, или его начинает творить лидером. Иоанн Лесвичник, преподобный, говорил, только равноангельный может без вреда для себя вынести похвалу человеческую. А лидер кто такой? Лидером может быть только тот и является настоящим лидером, кто не мнит себя лидером. Не мнит. Рождаются люди разные. Есть действительно рождаются люди руководители. Есть, которые не способны. Это естественно происходит здесь отбор. А вот когда искусственно начинают творить лидера, вот здесь уже огромная опасность погубить буквально человека. Такие лидеры становятся невыносимыми для коллектива. Искусственный лидер – это ужасное явление. Так что я думаю, что с этим, с этой идеей просто нужно всячески как-то бороться и своих детей не убивать стремлением к лидерству. Спасибо. Спасибо.